МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И больше подробно об этом не только. Сегодня на территории открытого акционерного товариства «Милковито» прошло выездное судовое посаджение. С ответной заявой звернулось керавництво предприемства. Находим на початку года позаплановая инвентаризация в цехе цельномолочной продукции номер один выявила недохоб сыровины больше, как на 140 тысяч рублей. В иншем выразе омальше сот тонн продукции. У совести с тем, что конкретные виноватые установлены не были, акционерное товариство извернулось и у суд. А сгодно с принципом коллективной отказности вымушены были пропоновать погасить страты работникам цеха. Отповедное поведомление отримали 205 человек. В последующем в ходе изучения материалов данного гражданского дела прокуратурой города Гомеля было дано поручение УВД администрации советского района города Гомеля о проведении проверки в порядке статьи 174 для установления причин образовавшейся недостачи. Первое судовое посаджение по этим пытаниям отбылось сенне. Интересы работников в суде представляли правовые инспекторы профсоюзных объединений. На посаджение гучено ходанство прокурора об припынении вытворчасти по справе, покуль правоохранные органы не выявить детали здарения. Так само заявы об проведении проверки были подадены у Гомельский городский отдел Следующего комитета и комитет Держконтроля Гомельской области. После судья выдалился для принятия решения, а затем огучил его присутным. Суд определил производство по гражданскому делу поиску открытого акционерного общества «Мелковито». Престана есть до окончания проверки в рамках уголовного производства по факту недостачи в цеху ЦМП номер один ОАО «Мелковито» на общую сумму 141 553 рубля 93 копейки. До других тем. Сегодня в средних научных установах прогучал опошний звонок. На Гомельщине в этом году выпускниками стали 8711-классников. Опошний день в школьной форме. В материале Олега Синцюрова. В Гомельском городском кадетском училище это четвертый выпуск. Установа, створена в 2013 году и является самой молодой в Гомельской области, но уже со своими традициями. Линейка тут в нашей ступени нагадывает врачи со всей войсковой части. Тем больше, что и сами наученцы, и значная часть гостей в военной форме. На проконце учебного года в Гомельском городском кадетском училище провели опытания выпускников. Все ожидают связать свой лёд с силовыми структурами. Выпускники у нас идут в военной академии, пограничный институт в Минске, университет гражданской защиты МЧС и институт МВД. Во все силовые ведомства у нас идут кадеты по выпуску. Гэта выпускники не просто докладно ведают, ким жидают стать, а ле и у парта досягают поставленные мэтты. На протягу четырех опошних годов у программе научания не только огульно-аддукационный курс, а ле и широк спецдосциплин. Для девчинок навод обуток на аптасах на гэта перед заборонены. Форма продуглеживает только армейские берцы. Хоть сами кадеты на гэта не скарзятся. Вера Верасчака – наместник командира Узгода. Серотузного рода – медаль заслужения родимых взятинства. Я хочу поступать в военное училище, в военное заведение, то есть в Институт пограничной службы Республики Беларусь. И это мне очень помогло, так как теперь я знаю очень много военных предметов. Я могу разобрать автомат, я могу очень хорошо стрелять. И именно поэтому это очень помогает в дальнейшем для поступления в военные вузы. Фотографирование корястяга в училище, дипломы подяки, опошние узнагороды, яке отримуюсь кадеты. И еще один подарунок от людей, яке уже носить военную форму. Класс-концерт оркестра Гомельской пограничной группы. Класс-концерт оркестра Гомельской пограничной группы. Класс-концерт оркестра Гомельской пограничной группы. По часам учебы часто у оголя было непросто. Але из-за ночи хуражений в стойке, что об развитании зустановой навод думать не хочется. Напереди дорослое житё и великие планы. Але и тут частка життя с оправданным сябростом и взаимовыручкой. Коли слово «гонор» на всё житё становится самым головным. Все службы, которые задействованы в организации летней занятости детей, сустрелись в гомельском облывы конками, как бы обмерковать нюансы суместной працы и отказать на пытанни журналистов. С подробностями Ганна Ковалева. Гэтым летом на Гомельщине в лагерах и санаториях отпочнуть каля 40 тысяч детей. С другого боку, что зроблено, как такая занятость была для их не только текавой, а лей корыстной и беспечной? Отказ на пытанни с мира геона отрымали на онлайн-пресс-конференции, якую дали супрационники ДАИ, МНС, комиссии по справах неполнолетних, сферы адукации и аховы здоровья. Мы постараемся предупредить гибель детей, потому что июнь прошлого года был очень сложным для нас. Это гибель детей пяти несовершеннолетних, которые погибли и, кроме того, на водах. Это мы вспоминаем Будокошелевский район, Кармянский район, Речицкий и Лельщицы. Поэтому уже заранее началась вести такая подготовительная работа. Так, комплекс «Мир» по организации «Беспечного лета» уже распроцованный и зацвеженный в планах попробовать охопить занятостью 100% детей. Для этого створены все умовы. В прошкольных лагерах чекают детей любого школьного взрослого. И даже если под летом приехал у гостя до бабули в инший город, наведывать такие лагерки он сможет и там, не по месту своего навучания. Повеличена и самоколькость прошкольных лагеров. У их программы включать тренинги, на яких психологи допомогут детям вырешить психологичные проблемы и не стать на супрацправный шлях. Дарыч и практика лагеров для тяжких подлетков продолжится. Про это специалисты отзначили. Круглосуточный, державный нагляд. За кожным детяте немогчимы. Тут важна и пильная увага батьку. Особливо до тех детей, які имели проблемы с законом. Они, к сожалению, не всегда хотят участвовать в каких-то мероприятиях. И зачастую родители становятся на их стороне, когда мы начинаем выяснять, почему тот или иной несрочнолетний не занимался. Родители говорят, поехал в деревню, поехал к бабушке, поехал на дачу или еще куда-то. А потом, когда совершается преступление, тогда уже поздно. То есть родители тоже не должны занимать такую пассивную позицию. Гэта тычится и тых выпадка, уколи дети из-за дренного нагляду батьков отрымливают с травмы от внешних причин. Дарыч, из-за 4 селетних месяцев таких выпадков зафиксовано меньше, чем за такие шпиры от минулого года. И все же, пока такая статистика есть в принципе, у вагодах этой темы изнижаться не будет. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Прысягу «На верность» принялись сегодня молодые супрацовники Гомельской мытни. Урачистая церемония проходила у Гомельским областным музея военной славы. Прынесение прысяги – это важное и хвалюющее мероприемство як для молодых супрацовников, так и для остальных удельников и гостей. У залах музея клятву «На верность» краине и мытной службе принесли 11 молодых специалистов, яке подшинают карьеру. Гэта не только выпускники специальности «Мытная справа», але и экономичных и техничных специальностей. Усеяны прайшли интенсивный курс подрыхтовки и одразу пазля прысяги приступят до працы у подразделениях мытных органов. Процедура прысяги допомагает усвядомить важность и необходность працы мытни, где любая помылка погражает наступствами для экономики краины. Клятва – это еще один стимул для отказного несения службы. Проведение прысяги было примирковано до Дня ветерана мытной службы и Дня створения гомельской мытни. Урочистая церемония завершилась с уместной экскурсией по музею военной славы и фотографованием. Это знаковое место. Здесь на этих площадях сконцентрировано все то, что должно быть дорого и свято для каждого из нас. Здесь в каждом зале, в каждом экспонате виден подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И, наверное, для каждого из нас близко это осознание, кому мы обязаны тем, что мы здесь живем и так хорошо живем. Команда Беларусского Державного Университета Транспорту стала призером Международного чемпионата молодцы предпринимательства. У делу, напруженным с поборницей, налепшие бизнес-идеи примали 20 команд из Беларуси, Украины, России и Казахстана. Оценивали их проекты – бизнесмены, потенциальные инвесторы, профессоры и кандидаты на вуку сферы менеджмента и маркетинга. По выниках чемпионата студенты Белду – это один из представителей нашей краины, которые вошли в призовую тройку. С безмерно инициативными и творчими удельниками команды познайомилися наши корреспонденты. Вось уже девять годов у стенах Беларусского Державного Университета Транспорту дейничает интеллектуальный экономичный клуб «Бейс». За инициативными, талиновитыми и метанакерованными студентами тут займаются выкладчики кафедры экономичной теории. Головная мета – раскрыс предпринимательский потенциал молодцы и да помог чаем у реализации своих перспективных бизнес-идей. Этот клуб объединяет студентов всех факультетов нашего университета, которые хотят реализовать свои творческие какие-то инициативы, бизнес-проекты и проявить себя в будущем как талантливые молодые предприниматели. Мы им помогаем продвигать их бизнес-проекты, участвовать в различных стартап-мероприятиях. На рахунку у дельников интеллектуально-экономичного клуба «Бейс» шмат перемог. Об этом свечут шматликие дипломы, кубки и памятные узнагороды. Одно за пошних досягнений – гоноровое другое место в Международном чемпионате молодць и предпринимательства. Команда Белорусского державного университета транспорту представляла одразу три бизнес-идеи. Студентка Виктория Калюка, например, презентовала свой аутерский проект по створению вязаных интерьерных лялек. Их яна вырабляя переважно по эскизах и фотосдымках заказчика. Цена варьируется от 10 рублей и выше, у залежности от померу. У кожную ляльку укладена частинка души майстра. Были уже заказы большие. Вот, например, леса. Это вообще я делала в Израиль. Женщине она сделала своему ребенку, заказала. Подруга ее увидела, и они заказали еще одну такую же. В итоге было две таких, и они уже две живут в Израиле. Друге не меньше креативный проект студента у Беларусского Державного Университета Транспорту развица на Гомельшине такого цикавого и займального виду спорту, як каякинг. А до организации туристичных походов, сплавов и водных квестов до вытворчасти гэтых массивных плавсродков. Даречи, зараз студентами Белдута зроблены 8 каяков. По коллег тестируют сами аутеры идеи, и их самая близкая сяродзя. У Будучині плануется выйти с проектом у массы, уличываючи парады в опытных бизнес-экспертов. По оказанию услуг у нас достаточно низкая цена, то есть это за 4 часа 10 рублей сплав по рекам и озерам вместе с инструктором или же организация каких-либо квестов. А вот стоимость одного такого каяка составляет 900 рублей. Хотелось бы ее в дальнейшем снизить, да. Мы хотим продвигать данный вид бизнеса. У нас создана группа в Катакте, где вы можете найти контакты, связаться с нами и поплавать на таком замечательном каяке. Будучи архитектор Алена Махнович на международном чемпионате молодцы предпринимательства представила свой аутерский проект студии дизайна и брендинга. Студентка Белдута займается распроцовкой логотипов и брендбуков. Своей эскизы девчина спочатку створяет на папиры, а затем перекладает в компьютерный вариант. Алена Махнович упыльнена на прамок обраны ее перспективной, запотрабованы у сучасной индустрии рекламы. Сейчас все построено на рекламе. Но только как продать и насколько выгоднее это сделать. То, что занимаются этим студенты, это хорошо, потому что мы это те люди, которые будут покупать эту продукцию, потому что мы будущее поколение. На международном чемпионате молодцы предпринимательства команда Беларусского державного университета транспорта угодно представила не только свою ВНУ, а и целым Беларусь. Студенты Белдута – адзинные представители нашей страны, которые вошли в «Прызовую тройку». Пожидаем, как их проекты обовязково мили, поспеховое развитие и практичную реализацию. Вероника Ворошилина, Алиса Рудзянкова, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». Доброчинный марафон – все фарбы життя для тебя. Протягивает помогать малышам, которым потребуется дорогое лечение. На этот раз волонтеры БРСМ при поддержке артиста у беларуской эстрады допомогут трехгадовому Славе Жуковскому с «Гомеля». У хлопчика злоякосная пухлина с забрушенной просторы. Хвороба уже на третьей стадии. Детяте потребуется дорогое лечение, якое батькам не по силах оплатить. Допомогу им подохватились ансамбль песняры, цирки «Мя Абеля», студия театра и танца «Ливень» и многие иншие. «Славе надо 25 тысяч долларов, уже большая часть суммы собрана, но вместе с тем, конечно же, пока мы не соберем полную сумму, мы не сможем оказать качественное лечение Славе. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным, оказать поддержку, помощь, а сделать это очень просто. Вы можете прийти на наш благотворительный концерт. Все будем рады видеть вас и, конечно же, все вместе постараемся сделать все для того, чтобы Слава вылечился и был здоров. Концерт отбудется в Громадско-культурном центре по адресе в улице Ланхе, 17. Кошт квитка – 9 рублей. Усе сродки от проведения концерта будут перелечены на доброчинный рахунок «Маленького Славы». Пополнить его может и любой жадающий в любой час. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. ГТ, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познаемыть мой коллега Михаил Садовский.